Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. На прошлой неделе одесские общественники встречались с Михаилом Саакашвили, председателем Одесской облгосадминистрации. Основная тема – встречи, борьба с коррупцией в Одессе и Одесской области. На этой встрече присутствовал и наш сегодняшний гость. В гостях у нас лидер Демократического альянса в Одесской области Алексей Черный. Здравствуйте, Алексей! Но перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Почему так медленно и тяжело начинается сотрудничество одесских общественников и Михаила Саакашвили? Как обычно, у нас есть три варианта ответа. Если вы считаете, что это связано с первым вариантом ответа на наш вопрос, одесским общественникам нечего предложить Михаилу Саакашвили, звоните по телефону номер 728-01-70. Если же вы считаете, что Саакашвили не нуждается в союзниках, только в исполнителях, звоните по телефону номер 728-01-71. Ну, если же ваш ответ долго запрягают, быстро поедут, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашему гостю, звоните по телефону прямого эфира 728-7207. Итак, Алексей, добрый вечер еще раз. Я рад вас видеть в нашей студии. Мы с вами давно не встречались и, конечно же, есть о чем поговорить. Но тема нашей сегодняшней беседы, информационный повод, скажем так, для этой встречи, это, конечно же, встреча с главой Одесской области. Алексей, как прошла эта встреча? Какие основные вопросы, темы, кроме, конечно же, борьбы с коррупцией, обсуждали с главой области? Прошла очень позитивно. То есть, абсолютно во всем, начиная от того, как она была организована. То есть, это не было какое-то помещение, была встреча просто на улице под открытым небом. Но при этом все было сделано так, чтобы всем было комфортно. То есть, был и тент, и все продумано, до мелочей. В этом плане очень большие молодцы организаторы. Очень понравилось, что и как говорил Саакашвили. То есть, он был чрезвычайно прост, у него не было там заготовленных выступлений. Он просто вот пришел, что называется, рубил правду матку. Вот в тех формулировках, в которых люди общаются в неформальном кругу, хотя было достаточно много журналистов. Вообще, организатором мероприятия официально выступил фонд Видроджини. Кстати, очень порадовало уровень представительства на этом круглом столе. Чтобы вы понимали, за одним столом сидел губернатор, сидел начальник областной милиции, сидел президент украинского отделения, ну, в общем, это украинский фонд Видроджини, вот его глава Евгений Беслицкий сидел, который входит в систему организации Сороса. Потом сидел один из очень высоких чиновников в системе налогообложения, по-моему, начальник налоговой милиции, если я не ошибаюсь. Было, присутствовал начальник, ну, в общем, достаточно много было людей высокого уровня, и чиновников, и общественные деятели со всей Украины приехали, и наши одесские тоже были интересные достаточно участники. Многие, некоторые такие страны были, ну, такое дело. Ну, хотя, видите, вы говорите, встреча с одной стороны была организована так неформально, да, не вот непринужденная беседа, тем не менее, да, уровень статистический очень высокий. Да, это просто говорит о том, насколько… О подходе, о подходе. И о подходе, и это говорит об авторитете Саакашвили. То есть ему достаточно было просто пригласить людей для того, чтобы они сразу пришли, и не надо было там долго заморачиваться над этим. То есть это говорит о том, что у человека есть очень большое влияние. Я думаю, у него есть карт-бланш на изменения в Одесской области. Я думаю, не я один. Ожидаем как можно более скотой реализации этих изменений. Все на это очень надеются. О организации понятно. Все-таки о чем говорили? Тема была достаточно простая. За неделю, ну за несколько дней, скажем, до того, как состоялся этот круглый стол, Михаил Саакашвили распустил службы внутреннего контроля в обл. администрации. По той причине, что они ничего не делали. Он просто зачитал нам некоторые цитаты из отчета. То есть они за год работы там нарыли небольшие какие-то недоработки в книгопечатание. Это все. То есть больше в обл. администрации нарушений в течение года не было. После того, как он ознакомился с этими отчетами, он просто их всех распустил. И сказал, что контролировать обл. администрацию должна не обл. администрация. Это действительно странно, сам себя контролируешь. А контролировать этот орган власти должны общественники. Это абсолютно новаторский подход в этом деле. То есть самому дать возможность контролировать свой орган общественности. Но на такие шаги у нас никто не шел. И вот по таким шагам… Ну это смело. Да, это чрезвычайно смело. Понятное дело, что это определенным образом может ему аукнуться. Потому что любой контроль – это значит дополнительные проблемы. Потому что всегда в процессе контроля всплывает какая-то информация. Безусловно. Это критика, которая естественно… И то, что он готов на такие шаги, говорит, что это человек, который готов действительно работать по-новому. Потому что на такие шаги готов далеко не всякий. Дать возможность общественности контролировать. Более того, он сказал, что будет открыть доступ ко всем финансовым документам. Более того, он договорился с Ведроджинем о том, что они будут финансировать общественные организации, которые будут заниматься контролем. То есть это не будет по остаточному принципу, а будет выделено финансирование. Люди смогут делать это системно. То есть вот такие шаги говорят о том, что нас действительно ожидают новые подходы в управлении областью. И большие перемены. Что касается коррупции. Все-таки, я так понимаю, основная тема беседы – это была борьба с коррупцией. На самом деле, это, конечно же, страшное зло. И сколько мы уже говорили на эту тему. Сколько людей присутствовало в этой студии со своими предложениями. Каким образом можно побороть коррупцию. Как вообще бороться с этим злом в Украине и в Одессе в частности. Тем не менее, к сожалению, пока коррупцию никто не смог побороть. Есть ли у вас конкретные предложения по борьбе с коррупцией? Да, в общем-то, они не сложны. На самом деле, люди занимаются коррупцией. В частности, в коррупции принимают участие два субъекта. Один, который дает, и второй, который берет. Так вот, достаточно часто они делают это не по своей воле, а потому что таким образом прописано законодательство или нормативные акты, что люди вынуждены для того, чтобы не стоять там неделю в очередях, для того, чтобы у них не простаивал товар в таможне, для того, чтобы их не гоняли, как зайцев по всему городу, по разным инстанциям собирать разные бумажки. Они вынуждены предлагать деньги для того, чтобы сэкономить свое время. Так вот, для того, чтобы побороть коррупцию, нужно не человека менять, который сидит на этой должности, потому что любой человек, который сидит на этой должности, если люди будут ему постоянно предлагать, ну не любой, но очень многие соблазнятся. Другое дело, что если убрать нормативные акты, которые заставляют людей предлагать взятки, их никто не будет предлагать. В результате их никто не будет брать, потому что никто их не захочет давать. Поэтому первый, конечно, первый этап – это дорегуляция. Нужно провести мониторинг того, какие существуют схемы в городе коррупционные, найти причину, по какой причине эта схема работает, потому что, как правило, специально созданы препоны для бизнеса, для людей, специально прописаны документы таким образом, чтобы из них можно было или легко стребовать, то есть они были в подвешенном состоянии, или они могли очень долго ждать, и они сами вынуждены предлагать деньги для того, чтобы сэкономить свое время. Так вот, вот эти механизмы, которые специально когда-то были созданы, сейчас нужно найти и ликвидировать. Причем, что очень радует, что обла-администрация это хорошо понимает, это понимает и Саакашвили, судя по его словам, и его окружение, что нужно именно искать причины коррупции, убирать их, это раз. Во-вторых, они очень хорошо понимают, что нужно менять чиновников полностью. То есть все люди, которые вот в этой системе работали достаточно давно, это вот те люди, которые уже заражены этим вирусом. То есть, конечно, нельзя говорить обо всех, там какой-то процент святых может и быть, но с точки зрения логики эффективности нужно просто поменять состав чиновников на 100%. Они это тоже понимают. В частности, был прямо интересный такой случай, когда проходил круглый стол, присутствовала общественница из Исмаила, которая встала, она представляла какую-то организацию, которая защищает интересы предпринимателей, и вот там по полочкам разложила, значит, почему нужно разгонять райадминистрацию. Саакашвили говорит, давайте вы возглавите райадминистрацию. Я из Исмаила пообщался с массой кандидатов, и все они говорят, что ну там надо встречаться. Вот я их спрашиваю, какие первые шаги? Они, это Саакашвили говорит, ну они мне отвечают, что вот надо встретиться с одними, со вторыми, с третьими, узнать, что, как. Он говорит, что с ними встречаться? Вы спросите у людей, что они думают про эту райадминистрацию. Все все знают. Говорит, вы первый человек, который сказал, что их надо всех разогнать. Говорит, давайте возглавляйте и разгоняйте. Ну так интересно было, прям как людей назначают в процессе круглых столов. Было представлено двое молодых людей, которые выиграли конкурс на возглавление глав районов по области. Я не знаю этих людей. Единственное, что мне импонирует, что это люди молодые по возрасту. Это тоже говорит о одном из приоритетов Саакашвили. Он его чётко и заявляет, и действует по нему. То есть люди в его команде, те, на кого он ставит, это молодёжь и люди, которые прошли определённую школу общественной деятельности. По крайней мере, я не знаю, какой там общественной работой занимались эти люди, но они молодые достаточно. Если говорить о последних назначениях, то заместителем главы области назначили Юлию Марушевскую. Это очень молодая девушка, которая прошла Майдан Киевский. Очень толковая, такая прогрессивная, хорошо знающая иностранный язык, получившая хорошее образование. То есть мне очень импонирует подход, что эти вещи не только декларируются, но и исполняются. Я знаю многих людей в команде, которые сейчас уже зашли. Это тоже те люди, которым я испытываю глубокое уважение. И в основном это молодёжь. То есть это люди молодые и толковые. Если дальше это будет развиваться таким образом, то можно только аплодировать. Вы знаете, если я не ошибаюсь, вот такая подобная встреча, это была первая встреча с представителями общественных организаций. Настолько широкая, я имею в виду, где были представлены организации нашего города и области. Наверное, практически всех районов области, со всех регионов нашей области. Нет, кстати, численный состав участников был далеко не такой большой. То есть, по-моему, всего с круглым столом было человек 20. Из них, наверное, человек 10 одесских общественников. И остальное это ребята или из районов, или из Киева. Но на самом деле это первое действительно такое заседание. То есть это, скажем так, некое знакомство с общественностью нашего региона, и Одессы, и Одесской области. Вот скажите, Алексей, у Саакашвили есть вообще основания не доверять одесским общественникам, или, скажем так, сомневаться в их полезности? Вот после такой встречи ознакомительные наверняка какие-то мысли возникали по этому поводу? Во-первых, встреча была специфическая. То есть встреча касалась борьбы с коррупцией. Поэтому приглашали организации, у которых есть определенный опыт в этой сфере. Не приглашали всех подряд. У нас есть много общественников, которые занимаются разными вопросами социальными. То есть это было достаточно специфично. Что касается недоверия к одесским общественникам, да, я думаю, что у Саакашвили есть поводы не доверять одесским общественникам. Потому что если вообще Украина находится в такой, это страна переходной демократии, то есть у нас как таковых институций, которые работают достаточно долго, имеют какой-то авторитет, очень мало. И очень много таких организаций, которые, ну вот их все называют фейковые организации. То есть это когда на самом деле структура представляет, один человек создает себе структуру. Или бывает, что пускай даже работает целая группа, но далеко не всегда их цели соответствуют, реальные цели, соответствуют тому, о чем они говорят. А если говорить про Одессу, то это, ну, наверное, все-таки даже более характерно для одесских организаций общественных, чем для всеукраинских. У нас достаточно много организаций, которые по факту занимаются или непонятной деятельностью, или весьма сомнительной деятельностью. В частности, очень много организаций, которые обслуживают власть, которые формируются и финансируются органами власти. И при предыдущем губернаторе у нас было прикормлено очень много организаций при нем. Поэтому я думаю, да, у нового губернатора есть повод не доверять части одесских общественников в силу объективных причин. Хорошо, теперь поставлю, скажем так, обратный вопрос. Есть ли у одесских общественников, вот у вас, у представителей других общественных организаций, основания подозревать Михаила Саакашвили в склонности, скажем так, к пренебрежению к организациям, созданным до него, общественным организациям имеется в виду? Нет, я бы сказал скорее, что у нас, лично у меня до этой встречи были некоторые вопросы, почему не так быстро, скажем, вовлекаются общественники, адекватные общественники в новые структуры, которые создаются. То есть на встрече как бы получил много ответов на вопросы, то есть почему это происходит, ну и при неформальном общении тоже с частью команды. Я думаю, что у Саакашвили сейчас очень большой рейтинг и рейтинг доверия и среди простых одесситов, и особенно среди гражданского общества. То есть это, ну, я бы сказал, на таком уровне, как идола, знаете, есть такое правило, не возведи себе кумира, потому что потом очень горько разочаровываться, но, по-моему, украинцы очень склонны к этому. То есть вот, как в 2004 году, все прямо вот думали, что Ющенко все принесет в мешке, вот, потом у нас еще было несколько таких надежд. То есть украинцы очень склонны доверять. Вот в случае с Саакашвили мы имеем, по-моему, очередную политическую фигуру, доверие к которой просто зашкаливает. И я очень надеюсь, что эта фигура нас не разочарует так, как предыдущая. Ну да, хотелось бы, чтобы он действительно оправдал это доверие. Кстати, вы сказали, что получили ответы на вопросы, да, почему общественники так медленно вовлекались в процесс реформ. Поясните, почему, какие ответы вы получили от губернатора? Во-первых, ну, это не лично от него, просто, как бы, скажем, из того, что он говорил, из того, что говорили люди из его команды. Губернатор достаточно осторожен в формировании своей команды. То есть он постепенно вовлекает туда людей, тех, кому он доверяет. Большая часть людей приехала с ним из Киева. Поэтому они, скажем, даже лучше ориентируются в среде общественников киевских, чем в среде одесских общественников. У них было, скажем, как мне создалось, у меня создалось такое впечатление, что было недостаточное количество вот таких мостиков с гражданским обществом Одессы. Поэтому, возможно, это тормозило. Во-вторых, у губернатора огромный объем работы. То есть он приехал, он сходу погрузился в те вещи, которые, по его мнению, самые важные. То есть он сходу занялся аэропортом, с этим открытым небом, таможней, то есть теми вещами, которые первоочередны. Он не занимается там показушной открытостью, не стал в первые дни со всеми встречаться, что, кстати, очень свойственно нашему мэру, который, по-моему, больше встречается, чем успевает потом сделать по результатам этих встреч. Поэтому я думаю, что процесс формирования команды, вот сейчас они занимаются тем, что формируют, отбирают глав райгосадминистраций. По-моему, в ближайшие недели должна быть произведено реформирование областной администрации. То есть сейчас набираются люди, которые будут работать в областной администрации. Я думаю, что все достойные одесские общественники будут иметь возможность работать в этой команде. В частности, уже давно висит форма на сайте обл. администрации, где можно подать свою кандидатуру и на главу района, и как волонтера в команду Саакашвили. Я знаю, что достаточно много людей уже подались, и призываю всех остальных порядочных людей, кто готов пожертвовать часть своего времени ради того, чтобы действительно произошли изменения, зайти на сайт обл. администрации и заполнить анкету волонтера. Потому что именно на базе волонтерской деятельности можно будет что-то изменить. По той причине, что опираться на сегодняшних чиновников достаточно сложно, потому что они все, ну не все, но, скажем, большая часть, или принимали участие в каких-то схемах, или привыкли работать по-старому. То есть заставить их самим себя реформировать невозможно. Если мы говорим о новой структуре обл. администрации, то я думаю, что возникнут достаточно большие проблемы у Саакашвили с тем, чтобы набрать туда людей, которые могут выкладываться на все 100%, и людей талантливых. Потому что это люди, которые могут реализовать себя в любой коммерческой структуре с зарплатой от 1000 долларов и выше. Потому что люди, которые умеют работать, умеют и зарабатывать. Как правило, у них расходы достаточно высокие, ну и в Одессе достаточно дорого жить. То есть многие эти люди сейчас работают в бизнесе, работают на хороших должностях, или работают по контракту. Они не смогут отказаться от существующей работы и уйти на 2000 зарплаты чиновника. Пока эта проблема не будет решена, опираться на чиновников Саакашвили не сможет. Но он может уже сейчас опираться на волонтеров, и создается такой волонтерский штаб. И поэтому я прошу всех, кто действительно радеет за то, чтобы Одесса стала таким форпостом реформ, и местом, с которого начнутся изменения в Украине, подать свою заявку и помогать на общественных началах. Кто сколько может, кто 2 часа, кто 4 часа в день, кто может больше, кто может, у кого есть какие-то запасы прочности, финансовые запасы на полгода, пойдите на полное время, помогите. Потому что понятно, что у него есть желание, у него есть умение, но команду ему нужно помочь создать в Одессе. Ну безусловно, да, команда это тоже очень многое значит, тем более для проведения таких масштабных реформ. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем телезрителей. Добрый вечер. Алло. Да, да, здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Господин Черный, я хочу вам задать вопрос. Я хочу вам задать вопрос. Как нам помогать Саакашвили, общественности, потому что вы же понимаете, что в Одессе огромная мафия. Во всех сферах. Что касается помощи ему, то помощь нужна именно волонтерская. Я уверен, что это начиная от менеджерских должностей, то есть тех людей, которые должны организовывать процессы, и до людей, которые могут просто набирать тексты, отвечать на вопросы, делать звонки, делать мониторинги, собирать информацию. Я уже сказал, есть канал коммуникации, это сайт областного совета, обл. администрации, там есть форма волонтерская, зайдите, пожалуйста, ее заполните, оставьте себе информацию, с вами свяжутся, пригласят вас на встречу и попросят помочь там, где нужно помочь. Вот скажите, пожалуйста, вы, в принципе, присутствовали на встрече, вы неплохо, я думаю, знаете общественные организации города. Почувствовали ли вы какие-то признаки борьбы между общественниками, скажем так, за близость к особе губернатора? И наоборот, признаки вот какой-то селекции со стороны его команды? Если честно, не почувствовал и очень-очень этому удивлен, потому что я думал, что как только появится новый губернатор, к нему сразу же начнут отбивать пороги все жаждущие войти в команду и жаждущие занять стратегические должности. Как правило, я уже об этом говорил тоже на круглом столе, что как только создается какой-то новый орган, новая структура, которая имеет реальные рычаги власти, эту структуру сразу же в первую очередь пытаются заполучить структуры или криминальные, или, ну скажем, приближенные к нашим кланам, которые работают в области, потому что они достаточно хорошо организованы, они могут оплатить работу людей, которые могут круглосуточно этим заниматься. Поэтому я был удивлен, что губернатор держит на значительном расстоянии все общественные организации Одессы. И поэтому там даже не ощущается какой-то грызни за то, кто там будет приближен к телу. По-моему, все достаточно хорошо поняли, что он 10 раз проверит все организации и всех людей, прежде чем подпустит их к рычагам влияния в области или к себе ближе. По тем назначениям, которые уже сейчас есть, понятно, что какого плана люди ищут в команду. То есть в основном те люди, которые, вот, по крайней мере, кого я знаю сейчас из команды, это молодежь, патриотично настроенная молодежь, которая там прошла Майдан, которая, ну, просто я вот прикидываю, откуда этих людей знаю, или там по Майдану, или по вышиванковому фестивалю, или по каким-то общественным инициативам, то есть те люди, которые вышли из гражданского сектора. Поэтому, по-моему, все заняли такую позицию, что губернатор сам определится, кого приглашать. Тем более, что он дал возможность всем заполнить анкеты, он эти анкеты просматривает. Понятно, не сам, у него есть команда, которая тоже принимает в этом участие. Есть отборы, регулярно там встречи, тестирование. Ну, в общем, все поставлено так, на достаточно хорошую основу. То есть поставлено правильно, скажем. Да, все поставлено правильно. Хотя, если честно, одесситы, ну, по крайней мере, те, с кем я общаюсь, может быть, у меня специфический круг знакомых, но вероятно, что это так, все ожидают от Саакашвили очень многого. Поэтому ему нужно очень быстро начинать действовать, потому что настолько сложна эта система, и она настолько хорошо приспосабливается, что какие-то мелкие или медленные движения, система будет съедаться, то есть она будет переваривать это все. Поэтому нужна достаточно большая и хорошо организованная команда, которая сможет ломать систему через колено и делать это быстро. Поэтому я очень надеюсь, что вот сейчас они как бы формируют костяк, и потом уже этот костяк сформируют действительно большую команду, которая начнет изменения. Есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня женщина опередила, и вы уже ответили на тот вопрос и ту просьбу. Но я хочу подчеркнуть Саакашвили, чтобы он был осторожен. Он нам нужен, он простым одесситам, он защищает наши интересы. И пусть он берегет себя и больше обращается к людям. Люди ему должны помочь. Не какие-то там, а сам именно люди. Спасибо. Спасибо за ваши пожелания. Я думаю, что Михаил Саакашвили услышит или, по крайней мере, ему передадут ваши пожелания. Ну, мы говорили на эту тему, в принципе, я не знаю, нет смысла, наверное, еще раз проговаривать. Да. То есть я думаю, что у него, так как у него организовано все, этот вопрос у него тоже под контроль. Еще один вопрос, который меня интересует, это, конечно же, ваш прогноз. Вот как именно будет развиваться диалог общественников и губернатора? Не ждет ли нас переформатирования привычного расклада общественных организаций и вообще стиля их работы? Вот в связи с изменениями. Я очень жду, что нас ожидает не просто переформатирование общественных организаций. Я очень жду, что нас ожидает создание новых движений и новых, даже не организации, а новых движений, которые будут достаточно крупны для того, чтобы вытянуть те инициативы, которые нужно реализовать для того, чтобы произошли изменения. Саакашвили очень четко в каждом своем действии, во всем, что он делает, подчеркивает, что он очень надеется на активную общественность. То есть вот что бы он ни делал там, начиная от борьбы с коррупцией, он сказал, что он готов полностью отдать это общественным организациям, общественникам, до последнего заявления о том, что нужно открывать одесские пляжи, нужно убирать заборы, и что тоже в этом должна быть активно задействована общественность. То есть он во всем готов значительную часть вот этих функций передать людям, которые готовы их взять из общественных движений. Одесса явно не готова в сегодняшнем, вот общественные организации Одессы, в сегодняшнем их состоянии, не готовы такое количество работы тянуть. Я достаточно давно работаю, с 2004 года работаю в общественном движении Одессы, знаю его очень хорошо. К сожалению, общественные организации Одессы очень слабы. Поэтому, ну есть как бы некоторые организации, которые работают системно, да, они как бы первые включатся и помогут, но явно, что если мы говорим о том, что губернатор будет дальше действовать в этом направлении, и будет возможность у общественников влиять на процессы, надо будет, чтобы создавались новые структуры, новые организации, новые движения. Или значительно усиливались существующие, потому что того количества адекватных людей, знающих, которые разбираются в процессах, которые знают законодательство, знают механизмы, которые настроены конструктивно, а не только там покричать или покритиковать. Таких людей в городе мало. Точнее, людей может много, но они пока не работают в общественной сфере. Я очень надеюсь, что они сейчас придут, и вокруг Саакашвили сформируется просто новое движение, которое будет помогать ему работать и реализовать реформы. Понятно. Есть еще один телефонный звонок, давайте послушаем телезрителей. Добрый вечер. Добрый вечер, вы меня слушаете? Да, мы вас слушаем, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Вот я регулярно слежу за вашими передачами. Вот я получил Одессный Вестник, это газета нашего мэра Труханова, и на первой странице крупным, крупным, шифром написано, Петр Порошенко высказался, без доверия людей не будет успеха реформ. А я бы еще добавил, не без доверия людей, а без помощи людей. Будут говорить конкретно. Вот я смотрю регулярно секретные материалы. Они, кстати, сейчас идут, и сегодня будут в 23 с чем-то. Но я смотрел в 5 секретных материалов. И там поднялся разговор, в парламенте сидит Еремеев. Еремеев есть такой. Для него здесь не нужно никого-то поясом указывать. Его можно смело брать и расстреливать. Что он делает с бензином? У него оказывается целый синдикат. Он миллиардер. Вот этот проходимец высшей гильдии. Неужели не знает СБУ, чем он занимается? Он, во-первых... Ваш вопрос понятен, да. Ну вот вы сейчас... Я готов ответить. Да, Алексей готов. Пожалуйста, у вас есть такая возможность. Я думаю, все четко понимают, что силовые структуры Украины это те организации, которые не борются с коррупцией, которые ее возглавляют. Я вот сейчас работаю по одному из проектов и общаюсь с бизнесменами с тем, в чем у них основные проблемы в работе. И большинство говорит, что у них проблемы именно с силовыми структурами. Что им искусственно создаются сложные условия, и с них искусственно требуются взятки. То есть наши силовые структуры – это авангард коррупции в Украине. Поэтому, если вы спрашивали, неужели СБУ не знает, я уверен, что СБУ знает. Я думаю, что... Не уверен, что именно с этого СБУ имеет какую-то мзду, но без каких-то силовых структур в Украине ни одна коррупция не происходит. То есть все они так или иначе, та или иная структура задействована. У нас прямо есть там или милицейские, или прокурорские. В общем, кто с чего живет. Очень радует, что это не просто понимает, но и публично проговаривает тоже губернатор. То есть он понимает, что ему нужны новые очищенные силовые структуры. Очень радует, что есть понимание со стороны президента и содействие. То есть мы видим, что на должность начальника областной милиции был назначен тоже человек из команды Саакашвили. Новый. Я надеюсь, что точно так же будет дан карбланш и на остальные силовые и контролирующие ведомства по Одесской области. Они будут очищены, и мы сможем показать на примере Одесской области, что бороться с коррупцией в Украине могут и делают это эффективно. Поэтому не буду говорить за парламент, кто там в нем сидит, но как минимум Одесскую область, кто чем занимается в Одесской области, и какие коррупционные схемы между кем есть, я думаю, что в течение нескольких месяцев это начнет сдвигаться, начнут работать в этом направлении. Ну, что касается, конечно же, вот таких ключевых постов в городе и в области, понятно, что предстоит огромная работа, и Михаилу Саакашвили надо действительно расставлять порядочных инициативных людей. А вот как вам кажется, появится ли у губернатора, условно говоря, своя кандидатура на должность мэра Одессы? И как лично вы к этому отнесетесь? Я думаю, с точки зрения логики, если губернатор собирается настраивать работу по области, он не сможет обойтись без своего влияния в Одесском городском совете. Я очень сомневаюсь, что у них сложатся рабочие отношения с сегодняшним городским советом и сегодняшним городским головой. Поэтому я думаю, что, конечно, Саакашвили нужно тот рейтинг и то доверие, которое у него есть, конвертировать в доверие в Одесском городском совете, в свою группу в Одесском городском совете. И я буду очень рад, если он определится со своей кандидатурой на мэра. Я думаю, что этому человеку это будет очень большое подспорье и поддержка стартовая на то, чтобы стать Одесским городским головой. Ну, коль мы коснулись этой темы, на мой взгляд, это очень важная тема, действительно, тем более в преддверии предстоящих выборов. Как формируется идеальный список? Опять же, хочу, чтобы пару слов сказали вообще об этой идее и об этом списке. Ознакомить телезрителей, может быть, кто-то еще не знает об этом. И вообще, как он формируется на сегодняшний день? Да, расскажу в двух словах. Значит, где-то с начала мая месяца мы публично уже заявили о том, что есть такой проект под названием «Идеальный список». Цель проекта – это поиск людей, которые могут быть достойными депутатами Одесского городского совета и по своим личным, и по своим профессиональным качествам. То есть целью является найти тех людей, за которых нам потом не будет стыдно, и которые будут действительно эффективно работать, и которые смогут контролировать городские власти. На данном этапе мы провели анонсирование этого проекта, провели предварительное собеседование с людьми, которые желают принимать участие в проекте. Мы отобрали 64 человека, которые будут проходить участие. Само участие заключается в том, что люди должны фактически два месяца исполнять обязанности депутатов Одесского городского совета. Они должны определиться с проблемой в городе, которая их волнует, прописать способ решения этой проблемы, прописать ту часть, которая находится в полномочиях Одесского городского совета в виде проекта решения Одесского городского совета, подать его в городской совет как местную инициативу. Должны ходить на заседания коллегиальных органов, на сессии, исполком, депутатские комиссии. Должны давать экспертную оценку тем материалам, которые выносят сегодняшние депутаты городского совета. Среди этих, в общем, за два месяца они должны попробовать, нравится ли им эта работа, исправляются ли они с ней. А эксперты должны посмотреть, насколько эти люди действительно хороши, как депутаты. И 25 августа, в первый день избирательной комиссии, мы опубликуем этот список, список тех людей, которым можно доверять, как депутатам Одесского городского совета. И это будет наше предложение одесситам, чтобы они голосовали за этих людей, и наше предложение разным политическим партиям, чтобы они брали этих людей в список. В частности, наша политическая сила готова полностью сформировать свой список исключительно из тех людей, которые принимают участие в проекте «Идеальный список». Отдельно хочется сказать, что мы собрали очень представительную, такую достойную группу экспертов, которые могут не просто отобрать людей, но и которые могут им дать определенный кредит доверия, потому что это люди, которых знают в Одессе, которых в Одессе уважают, которые представляют разные слои одесситов. Больше про проект можно узнать на сайте проекта «Идеалист.ua». Будет еще публичная презентация в ближайшее воскресенье, если 19-е это воскресенье, по-моему, воскресенье, в общем, 19 июля, в 18.00 вечером в Одесском городском саду будет презентована та часть проекта, который касается культуры и образования. Будут очень интересные спикеры, будут участники себя презентовать. Кому интересно, 19 июля, в 18.00 Одесский городсад. Что ж, спасибо большое, Алексей. Время нашей программы подходит к концу. Я желаю вам успехов в вашей работе, очень нужной и полезной, тем более в свете сегодняшних событий. Мне остается подвести итоги нашего интерактивного голосования. Хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что мы сегодня спрашивали, как вы считаете, почему так медленно и тяжело начинается сотрудничество одесских общественников и Михаила Саакашвили. Было у нас традиционно три варианта ответа, и большинство телезрителей, это 38%, проголосовали за первый пункт нашего интерактива. Одесским общественникам нечего предложить Саакашвили. То есть это намек на то, что все-таки одесские общественники должны более активно работать. 33% телезрителей проголосовали за второй пункт. Они ответили, что Саакашвили не нуждается в союзниках, только в исполнителях. И 29% телезрителей все-таки считают, что долго запрягают и быстро едут. Спасибо вам большое за ваше активное участие в программе. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»